Пуньё-пуджа предназначена для того, чтобы оживить атмосферу вашего дома. Пространство дома должно стать живым. Научно подтверждено, это убивает определенные виды бактерий в воздухе, а также на поверхностях. Это очень важная часть защиты от инфекций. В индийской культуре уделяется много внимания форме и размеру комнаты, в которой вы живете, особенно если комната не сильно проветривается. Это все равно, что у вас нет двух стен, и комната проветривается с обеих сторон, и создается ощущение, что вы находитесь на свежем воздухе. Но большинство домов устроено иначе. Различные формы и размеры создают различные виды энергетических структур. Эти энергетические структуры, если они станут очень сильными, могут определять ваше психологическое и эмоциональное состояние, которое будет либо благоприятным, либо станет препятствием на пути к тому, кем вы хотите быть. Некоторые вещества, такие как сандал... Также есть нечто, что мы называем самбраний. Это очень мощное средство. Оно используется, даже если кому-то не здоровится. Это первое, что они делают. И сейчас научно доказано, что это убивает определенные виды бактерий в воздухе, а также на поверхностях. Поэтому, особенно если в доме есть больной человек, дым от самбраний должен быть повсюду. Это сильно влияет на атмосферу. Не обязательно это сам аромат. Это нечто другое. Воздух очищается. Это делает атмосферу более живой. Какими бы ни были структуры внутри, после самбраний, помещение ощущается, как будто вы под открытым небом. Немного самбраний в вашем доме создаст такое ощущение, что, находясь внутри помещения, вы словно на открытом воздухе, потому что пространство потеряет структуру. Особенно в том случае, если в семье произошла смерть, самбраний зажигают по 11-12 дней, потому что люди хотят полностью очистить воздух. Благовония оказывают определенное воздействие, но не переусердствуйте с ними. Нужно использовать их разумно. В наши дни благовония изготавливаются из химических веществ. Будет лучше, если вы не будете жечь такие благовония. Это очень важно, потому что вокруг вас и так достаточно химикатов. На улице, в промышленности, на заводе, где вы, возможно, работаете, где бы вы ни находились, вокруг и так достаточно химикатов. По крайней мере, в своем доме. Не жгите химически изготовленные благовония. Думаю, почти 70 или 80% благовоний, доступных сегодня на рынке, являются химическими. Проверьте это, прежде чем их зажигать. Это очень важно, потому что если вы зажигаете химикаты в закрытых помещениях, негативные последствия этого очень велики. Итак, это должна быть натуральная смола или определенные масла, эфирные масла и прочее, для того, чтобы добиться эффекта, мягкого эффекта. Но если вам это нужно, это определенно помогает. Обычно в йогической культуре, в йогических науках, мы рассматриваем жизнь как совокупность пяти основных элементов. земли, огня, воды, ветра и пространства. В этом огонь является очень важным аспектом. Огонь рассматривается как важный элемент, благодаря которому происходит жизнь. Это не единственная вещь, важны все пять элементов. Но когда тело касается защиты, огонь всегда очень важен. Каждый день зажигайте масляную лампу и находитесь рядом с ней в течение определенного времени. Это предотвратит многие заболевания и очистит вашу систему. Это очень важная часть защиты от инфекций и тому подобного. Особенно, когда речь идет об инфекциях, передающихся воздушно-капельным путем. Если вы будете находиться рядом с огнем, это окажет на вас благоприятный эффект. Где-то рядом с вами должна гореть лампа. Это сотворит с вами чудеса. Пожалуйста, поэкспериментируйте и увидите сами. Когда вы спите, если вы можете найти безопасное место в своей комнате, где будет гореть маленькая масляная лампа, вы увидите. Это многое изменит для вас. Просто пребывание в присутствии этого огня существенно изменит ситуацию. Наука йоги это четко устанавливает. И мы также знаем это по собственному опыту. Особенно, если вы физически нездоровы. Очень важно иметь рядом небольшой горящий огонек в виде лампы. Вы знаете, что такое пунья? То, что называют пуньей и папой, к сожалению, со временем стало истолковываться неправильно. Пунья и папа означают действия следующего типа. Пунья — это действие, которое усиливает насыщенность жизни внутри вас. Папа означает действия, которые приближают вас к состоянию инертности. Пунья-пуджа предназначена для того, чтобы оживить атмосферу вашего дома. Пространство дома должно стать живым. Если бы вы жили в своем доме так, что каждую минуту вы проживаете с любовью и светом внутри вас, тогда вам бы не потребовалась никакая пунья-пуджа. Но сегодня вы понастроили таких больших домов, что очень трудно оживить их, просто живя в них. Если бы у вас был однокомнатный дом, в котором вы бы жили с огромным чувством любви и радости, вы могли бы легко поддерживать его очень живым. Но сегодня в вашем доме 10-15 комнат. Любому будет очень трудно сохранить такой дом живым. Если вы так и не оживите его, то постепенно, входя в определенные комнаты вашего дома, вы будете замечать, что они похожи на гроб. Так что выполнение пунья-пуджи хотя бы раз в год осветит ваш дом, то есть сделает пространство вокруг вас живым, и оно будет вас поддерживать. Пунья-пуджа – это способ осветить ваш дом, весь дом, каждую его комнату, чтобы в нем появилось ощущение жизни и энергии. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова